13 килограмм, 130 рублей, пожалуйста. В обычные дни в этом месте торговля не предусмотрена. Но сегодня день особенный. Такие случаются всего пару раз в год. Этот приурочен к неделе доброты и щедрости, которая проводится в Ленинском городском округе. У нас уже долгая традиция, многолетняя традиция, что и осенью, и весной у нас ежегодно проходят такие ярмарки, что позволяет людям не только купить, покушать, но и сделать заготовки на зиму. Продукция самого высокого качества. Ароматные яблоки, лук, капуста, картошка, свекла. Несмотря на то, что продавцы стараются изо всех сил очередей никак не избежать. С первых минут открытия импровизированной ярмарки торговля пошла бойко. Несмотря на то, что акция организована для общества инвалидов, и рядовые жители Видного могут приобрести овощи и фрукты. Цены здесь на 20-30% ниже, чем в пятерочке, которая находится в двух шагах. Такая вот здоровая конкуренция. Можно не сомневаться, товара хватит на всех. Всероссийский институт садоводства и питомниководства а также азербайджанская и таджикская диаспоры предоставили более двух тонн продуктов. С этим обществом мы совместно, всегда вместе, мы всегда им помогаем. И сегодня нам приятно, что мы опять всех вместе собрали, чтобы они подготовились к зиме. Все было у них нормально. И желаю всем добра и здоровья. Администрация города и района позаботились о том, чтобы эта стихийная ярмарка проводилась в строгом соответствии с законодательством. Все сопроводительные документы в порядке. Я очень благодарна нашей администрации и нашей Наталье Алексеевне Ряшиной, которые все-таки сделали эту ярмарку. Она хорошая, продукция сухая. Такая, знаете, выдать даже не могу словами волнуюсь. Цены действительно очень хорошие? Очень хорошие цены. Ну что вы. Капуста и все остальное по 10 рублей. Ну кто бы думал о таких ценах. Вот как раз для таких людей и вот это приемлемая часть. Всего в этот день более 200 инвалидов совершили покупки на этой импровизированной ярмарке. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.